Есть надо уметь. А представьте себе, что большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как. Утверждение знаменитого булгаковского профессора спустя столетия актуально как никогда. Диетологи бьют тревогу, население страны продолжает толстеть. Пищевая индустрия делает все, чтобы люди больше покупали и больше ели. Мало кто задумывается о последствиях. Например, чтобы сжечь небольшой кусок торта, нужно бегать два часа. Впрочем, у каждого человека свои особенности. И прежде чем садиться на диету, нужно пройти полное обследование. Это куча датчиков. На него одевается маска. Он не дышит свободно. И это все динамики. Дорожка ездит, поднимается. Основная причина лишнего веса – регулярное переедание и малоподвижный образ жизни. Правильные пищевые привычки нужно воспитывать с детства, уверен главный диетолог страны Виктор Тутильян. Приоритеты престижности продукта – вот жирное, побольше. И результат незаметно, но уже к 30 годам и после 30 – это уже 55% имеет избыточную массу тела, а 26 – ожирение. От питания человека напрямую зависит его здоровье, говорят врачи. Даже многие заболевания можно вылечить, придерживаясь определенной лечебной диеты. На межрегиональной конференции ведущие диетологи страны обсудили, как усовершенствовать систему питания в лечебных учреждениях области. Сегодняшняя конференция в Самарской области – это знаковая, потому что лечебное и диетическое питание, с нашей точки зрения, является неотъемлемым компонентом именно комплексного лечения пациентов. И это лечение действительно начинается, оно и на амбулаторном уровне должно быть, как компонент терапии. И, естественно, этому вниманию должно много уделяться в стационарах. Чтобы не набирать лишний вес, диетологи советуют питаться 4-5 раз в день небольшими порциями. Каждый день в рационе должны быть крупы, ржаной хлеб, отварное мясо, овощи и фрукты. Специалисты настоятельно рекомендуют совсем отказаться от фастфуда, сладостей и газированных напитков. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Лариса Шлафаст, Станислав Левин.